Всем привет, друзья! Меня зовут Стас и сегодня я расскажу вам о Maze Alpha X. Это новый флагман от компании Maze. Да, этот бренд не особо известен на просторах СНГ, но это не значит, что компания появилась вчера. Она была основана в 2012 году и позиционирует себя как производитель довольно качественных, но при этом недорогих устройств. Да, я знаю, что половина китайцев также заявляет о подобном. Они говорят, что их девайсы самые недорогие и самые при этом качественные, но имеют кучу всяких недоработок и компромиссов. Вот я и предлагаю вам узнать, есть ли такие недоработки и компромиссы у этого смартфона. Ну что, готовы? Тогда поехали! Возвращайте до 30% покупок с кэшбэк-сервисом Letyshops.com. Сервис получает вознаграждение за покупки и делится им с вами. Это и есть кэшбэк. Выводите деньги любым удобным способом и тратьте их на свое усмотрение. И самое крутое, регистрируйтесь прямо сейчас на Letyshops и получите премиум аккаунт в подарок. Первая ссылка в описании. Первое, на что обращаешь внимание, взяв в руку смартфон, это вес. Почти 210 граммов. Холодящий руку металл и стекло. Сзади горилла четвертого поколения, спереди пятого. За неделю бережного использования на девайсе появилась неглубокая царапина, так что я даже не знаю, стоит ли верить китайцам про горилла глаз. Смартфон смотрится и ощущается дорого и премиально, несмотря на то, что стоит всего 250 долларов. Но мы-то с вами знаем, что так не бывает и скорее всего производитель все-таки сэкономил на каких-то комплектующих. Но явно не на дисплее. Мне экран очень понравился. Он на порядок лучше того, что стоит в моем Mi 5X, например. Применяется 6-дюймовая IPS-матрица от LG. Цветопередача натуральная, цвета яркие и сочные, но при этом без перегибов, как у AMOLED. С углами обзора и отображением черного здесь тоже полный порядок. Разрешение 1080 на 2160 пикселей и модное нынче соотношение сторон 18 к 9. Максимального уровня яркости хватает в любых условиях, а вот минимальная яркость нифига не минимальная. И в ночи смартфон отчаянно пытается выжечь вам глаза. За счет минимальных рамок по бокам и сверху удалось разместить 6-дюймовый экран в корпусе 5,5-дюймового смартфона. Жирнющая рамка осталась только снизу. Там разместилась фронталка и многофункциональная кнопка Home. Она же назад и она же сканер отпечатков пальцев. Кстати, юзать кнопку в таком режиме не очень удобно, поэтому пришлось включить на экранные кнопки. Первое, на чем здесь сэкономили, это сканер отпечатков пальцев. Порой приходится прикладывать палец по 2-3 раза, прежде чем сканер распознает его. Даже когда это происходит, экран загорается как-то неспешно, с задержкой. К сожалению, здесь нет разблокировки по лицу, хотя она была бы здесь очень кстати. Пожадничал производитель и на хороший мультимедийный динамик. Звучит он тихо и очень хреново. На низкие частоты даже и намека нет. Громкость в половину ниже, чем на моем Mi 5X. К разговорному динамику претензий нет. Он громко и четко передает речь собеседника. Он здесь обычный, без всяких там ненужных понтов, вроде костной проводимости. Следующий момент, с которым накосячили инженеры, это порт Type-C. Он слишком глубоко посажен в корпус и кабель, и все, кроме комплектного, из него вываливаются. По поводу зарядника у меня тоже есть претензии. На нем указано, что он поддерживает ток зарядки 5, 9 и 12 вольт. Но на деле более 5 вольт и 2 ампер он не выдает. От комплектной головы телефон заряжается очень и очень долго. На первые 80% требуется порядка двух часов. Затем зарядка идет мучительно долго. Я пробовал подключить телефон к голове с поддержкой Fast Charge, но Mace Alpha X отказался потреблять больше 5 вольт и 2 ампер. Правда, зарядка пошла заметно быстрее. И на все про все ушло порядка двух с половиной часов. Емкость батареи 3900 мАч. От нее смартфон живет честные сутки. И это с кучей фоновых задач, постоянным браузингом и соцсетями. При этом смартфон выдает порядка четырех с половиной часов экрана. На мой взгляд, это хороший результат для смартфона с таким крупным дисплеем и на процессоре от MTK. К слову, прот здесь 8-ядерные Helio P25. Все ядра Cortex-A53. Техпроцесс 16 нанометров. Оперативки 6 гигов. Стандарт LPDDR4X. Накопитель EMMC 5.1 на 64 гигабайта. Скорость чтения и записи 239 и 177 мегабит в секунду соответственно. Такой набор железа можно частенько встретить в среднебюджетных китайцах. Тогда как А-бренды встраивают 6 гигов оперативки только в какие-то свои топовые версии флагманов. И этим неистово гордятся. Хотя тут чем тут гордиться. Но у китайцев бывают и другие косяки. Они частенько забивают на прошивку. И бывает, что устройство, у которого 3 гига оперативки свободно, начинает перезагружать вкладки в браузере или выгружать приложения из памяти. Но Альфа-Х с этим не страдает. Девайс исправно держит в оперативке открытые приложения и вкладки. И редко может перезагрузить разве что тяжелую игру. Работает смартфон на седьмом андроиде. Изменений от производителя минимум. Допилили скриншотилку. Она научилась делать длинные скриншоты. Правда работает довольно медленно. Добавили еще несколько пунктов в настройках. Там можно включить бесполезные жесты и назначить команды для управления девайсом с помощью датчика приближения. Фишки малополезны, но как говорится, кушать не просят. Да и ладно, главное, что они никак негативно не влияют на работу смартфона. Производительность в повседневных задачах немолниеносна. Но и медленно я ее не назову. Девайс работает плавно и не лагает. А вот в тяжелых 3D играх нередкие подвисания. О себе дает знать слабенький видеоускоритель Mali-T880 MP2. Поиграть без фризов можно разве что на средних или минимальных настройках. Танки на низких выдают стабильные 60 FPS. Но на средних после первого же боя наблюдаются просадки с 40 до 20 кадров в секунду. Асфальт на высоких отображает все графические красоты. Но уже на втором круге гонки начинает дичайше лагать. Вплоть до фризов. Для любителей синтетики я прогнал смартфон в Antutu и Geekbench. В Antutu телефон набирает 77 тысяч баллов. А в Geekbench 3600 и 880 баллов в мультикор и синглкор режимах соответственно. После нескольких прогонов тестов подряд мне так и не удалось значительно разогреть батарею. Максимум что мне удалось увидеть 45 градусов. А по большей части температура под нагрузкой держалась в пределах 42 градусов. По поводу связи к телефону претензий никаких. Микрофон и разговорный динамик отрабатывают на отлично. Имеется комбинированный слот по две сим-карты или одну симку и одну флешку. Модем поддерживает сети LTE категории 6 и работает в первом, третьем, седьмом, восьмом и двадцатом бендах. Производителям заявлена поддержка Bluetooth 4.1, Wi-Fi стандарта IC и навигации по спутникам GPS, GLONASS и Baidu. Но на практике все не совсем так. По поводу Wi-Fi ситуация следующая. Смартфон подключается к моему роутеру с поддержкой IC по 5 ГГц каналу на скорости 135 Мбит в секунду. Тогда как мой Mi 5X подключается к той же сети на скорости 433 Мбит в секунду. Ну и по навигации нашлись небольшие несостыковки. Телефон определяет геопозицию только по спутникам GPS и GLONASS. Никаким Baidu и не пахнет. Но несмотря на это, точность и скорость навигации от этого не пострадала. Так что, думая по поводу Bluetooth 4.1, производитель тоже, скорее всего, наврал. Теперь предлагаю перейти к камерам. В зависимости от версии смартфона, в Alpha X устанавливают разные модули. В версии на 128 стоит 16-мегапиксельный OmniVision OV16880. В моей версии на 64 Гига установлен старенький 13-мегапиксельный модуль IMX258 с диафрагмой f2.0. Пару лет назад он был очень даже ничего. И его обстраивали в огромное количество различных устройств. Даже в некоторые флагманы ставили этот сенсор. В LG G6, например, стоит IMX258. Но, к сожалению, сейчас он не выдерживает конкуренции даже с не самыми крутыми сенсорами AtomniVision, которые стоят в моем Mi 5X, например. Снимки с Alpha X шумноваты и заметно уступают по детализации. И даже с недорогим, но современным модулем AtomniVision они уже не конкуренты. Фронталка расположена на подбородке. И чтобы запилить нормальное селфи, необходимо перевернуть смартфон. Здесь также применяется модуль от Sony IMX219. Матрица на 8 мегапикселей с диафрагмой f2.0 и широкоугольным объективом. Снимает фронталка в условиях хорошего освещения весьма неплохо. Не грех фоточку и в инсту запостить. Что касается видеосъемки, то вот вам примеры. Видео смартфон умеет писать с разрешением Full HD. 30 кадров в секунду. К сожалению, нет никакой стабилизации. Ни оптической, ни цифровой. А звук он пишет, ну, собственно говоря, вот так, как вы и слышите сейчас. На фронталку смартфон умеет писать видео с разрешением 720p. Это максимальное разрешение. И, к сожалению, в таком режиме смартфон теряет свой широкий угол обзора. И это очень печально. Ну вот и пришло время подвести итог. Из плюсов могу выделить премиальный дизайн и материалы. Шикарный экран. Почти нетронутый голый Android. 6 гигабайт оперативки. И неплохое время работы от батареи, как для девайса от MTK. Минусы такие. Проблемы с разъемом Type-C. Медленный сканер отпечатков пальцев. Смартфон долго заряжается от комплектного зарядника. Плохая игровая производительность и слабенькая камера. Я думаю, у Maze получился весьма неплохой имиджевый аппарат. Да, у него не самое топовое, не самое игровое железо. Но зато у него клевый, запоминающийся внешний вид. Шикарные премиум материалы и хорошая сборка. А что вы думаете на этот счет? Пишите в комментариях. Если видео было вам полезным, то поставьте лайк. Я напоминаю, что у нас есть крутейший телеграм-канал, в котором собраны все последние новости из мира IT. Так что на него тоже подпишитесь. Ссылочка будет в описании. А у меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok